Привет, мои куколки, красотки и красавицы! Меня зовут Алена и я очень рада видеть именно вас на своем канале. В сегодняшнем видео я покажу вам свои бюджетные находки до 300 рублей. Если вам интересна данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Ну и давайте первое, с чего я начну. Я не так много продуктов перепробовала новых за последнее время в бюджетном сегменте, но кое-что я нашла интересненькое и это, пожалуй, те продукты, которые бы я рекомендовала вам попробовать. Это постоянная рубрика на моем канале, просто в связи с отпуском у нас как бы получилась некая накладка и видео именно данного характера не выходили в последнее время. Тут в основном у нас уходовые продукты. В следующий раз я сделаю вторую часть видеоролика, чтобы не затягивать эту и покажу вам декоративные продукты, которые мне очень-очень сильно нравятся. Ну что ж, давайте приступим. Наверное, давайте начнем с лица. Первое, что я вам покажу, это вот такую вот термальную водичку от Delique. Это у нас термальная вода-спрей, подходит для чувствительной кожи без парабенов. 300 миллилитров, это у нас идет Великобритания. Вот так вот выглядит эта термальная вода. Я вам уже ее показывала и во влогах, и в бюджетных покупках. Это действительно очень классная бюджетная термальная вода в объеме 300 миллилитров и стоит она 215 рублей без скидки в магазинах Parfum Decor. Я не знаю, где можно найти и попробовать именно вот эту вот термальную водичку в вашем городе, но если вы ее найдете, вы 100% с нее не слезете. Объясню почему. Как таковой вы эффект видите на своем лице не так вот, что вы нанесли сыворотку и видели эффект такой увлажненной, красивой, заблёренной кожи. Нет, это просто водичка, которую вы распыляете на свое лицо и, знаете, имеет такой накопительный эффект. То есть, если вы постоянно пользуетесь термальной водичкой, вы видите на своем лице очень хороший эффект. Если вы ей не пользуетесь или пользуетесь очень-очень редко, для вас это будет как в мертвом припарке. В любом продукте, в любом косметическом продукте, будь то это уход за волосами, за лицом, нужно обязательно соблюдать систематический уход. Если вы не будете его соблюдать, ни один продукт, будь то он стоит 1000, 1500 рублей или же 100 рублей, не даст вам никакого эффекта. То же самое касается и термальных водичек. Они очень актуальны зимой, они очень актуальны летом, жару, зимой тоже кожа пересыхает. Обязательно присмотритесь к делике. Дело в том, что у них есть две разновидности термальных водичек. По меньшей объем, которую можно спокойно взбрать с собой, это как тревел вариант. Он стоит чуть-чуть дешевле, чем вот такой вот большой объем. По-моему, 100 с чем-то, 180, а большой объем 215 рублей. Очень-очень хороший, мне действительно она нравится. Это мой фаворит, который я буду повторять, так как он и бюджетный, и плюс еще работает очень хорошо на моей коже, на моем лице. Покажу совсем недавно. Моя любимая марка, косметический бренд, так скажем, бюджетный косметический бренд Nova Suite выпустили новую линейку средств якобы с муцином улитки. Но мне кажется, это некий маркетинговый ход, так как муцин улитки очень-очень сейчас популярен везде, абсолютно в любых косметических продуктах, но не всем он подходит. Дело в том, что муцин улитки в любых косметических средствах, он добавляет некую липкость. И не каждому типу лица, типу кожи подходит он именно в уходе. В Nova Suite я увидела два вот таких вот продукта. Я вам еще их не показывала, я их просто купила и тестировала. Но сейчас я решила показать и рассказать о них, почему именно они стали мои бюджетные фавориты. Вообще там обширная линейка, там есть и кремы для лица, там есть маску не видела, но вот эти вот два продукта действительно меня заинтересовали. В основном я их покупала, это касается информации Волгограда и Волжского, я только знаю, где в своем городе можно найти данные косметические продукты. Это Южный двор, магазин Южный двор. Если у вас есть поблизости, то обязательно зайдите и посмотрите, почитайте состав. И это очень бюджетно, кстати. Что же я купила? Во-первых, я купила себе разглаживающий гаммаж для лица. Вообще вся линейка идет направлена именно на разглаживание кожи. Разглаживающий гаммаж для лица, икра улитки, ну типа имитация икры, с муцином. Мгновенно восстанавливает гладкость кожи, стимулирует обновление клеток. Ну и все, в принципе. Без СЛС, парабенов и всей вот этой вот гадости. Вот я не знаю, видно вам или нет, но вот тут вот как вот, не видно, наверное. Я очень хорошо вижу, так как у меня сейчас искусственный свет. И в составе самого вот этого геля, или же как он правильно называется, гаммажа, есть вот эти вот как пузырьки. Очень-очень интересный продукт. Его нужно наносить на сухую, предварительно очищенную кожу. И постепенно, знаете, как пилинг с каткой работает. Я сначала подумала, что там будут очень грубые частички в составе, и мне будет некомфортно им пользоваться. Думала, что это что-то а-ля скраба будет на вашем лице. Нет, это очень такая, знаете, относительно приятная субстанция, которой вы начинаете работать вот так массирующими движениями. Вы прорабатываете все зоны на вашем лице, Т-зону, щеки, подбородок, шею, и все, и смываете. Какой же эффект вы видите на вашем лице? Во-первых, эффект как от пилинг с каткой. Во-вторых, мне очень нравится, что этот, как скажем, гаммаж, он не раздражает кожу. То есть нет эффекта как от скраба, если вы хорошо проскрабируете свою кожу, будь то это солевой какой-либо скраб или еще что-то. Такое, знаете, хардкорное, типа вот эти вот корейские продукты, как после химического пилинга. Нет, вы просто аккуратненько почистили свое лицо как от пилинг с каткой. И то, мне кажется, пилинг с каткой даже еще поагрессивнее работает, нежели вот это. Этот продукт будет актуален для проблемной кожи. Это прям 100% будет ваша вещь. Потом для чувствительной кожи, для сухой кожи, не сушит кожу, хорошо очищает. Вот делает именно эффект блюр на вашем лице. Мне очень она понравилась. Я буду ее повторять. И есть, вот мне многие пишут, вот мне не нравится там продукт от Новосвит, мне ни один он не подходит. В каждом косметическом бренде, я уже много раз говорила, каждый косметический бренд выпускает обширную линейку тех или иных продуктов для лица, для кожи, там декоративной косметикой и так далее. Тут вопрос в чем? Мы все разные, кожа у нас разная. И каждый должен найти для себя подходящий уход. Кому-то подходит только средство по уходу за лицом от Клоранс. Кому-то подходит и Новосвит. Все нужно пробовать. Но тут я, по крайней мере, знаю, что я куплю, отдам деньги. Если мне не понравится, я не буду этот продукт покупать, я его просто выброшу или же найду ему другое применение. Вот по поводу вот этого смогу сказать, что точно я его буду повторять действительно неплохой. И совсем недавно, буквально вчера, я нашла вторую вот такую вот штучку. Это у нас выравнивающий, как вот, выравнивающий гаммаж, а это у нас выравнивающая эссенция тонер для лица. Софт тонер. Вообще очень-очень модно, да, вот это вот брать у корейцев эссенция вот эта муцин улитки там, я не знаю, тонер, вот такие названия. Ну, любят вот такие, особенно бюджетные бренды, немножечко заимствовать, так скажем, название. Тонер для лица с муцином улитки выравнивает тон кожи, освежает, увлажняет и, что, защищает, защищает, господи, улучшает цвет лица. Вот так, девчонки, очень классный формат. Тут 100 мл. Тонер достаточно густой, его рекомендуется использовать не на ватный диск, то есть вы изначально себе дозируете на руку необходимое количество тонера. Он не густой, не жидкий, такая средняя, такая водная консистенция, вы его аккуратненько по хлопающими движениями распределяете по всему лицу и все. В принципе, вам ничего больше не нужно. Этот тонер предназначен для подготовки вашей кожи к дальнейшему вашему уходу. Будь то это утренний уход, вечерний и так далее, в общем, классная тоже вещь. У меня сейчас стоит тоник, тонер от Миши, и вот этот тонер, я им пользуюсь то тем, то тем, смотрю на эффект, как крем впитывается, какой эффект на коже, есть ли улучшения и так далее. И я вижу то, что у меня, в принципе, идентичный эффект. Да, я там купила его буквально на днях, вот этот именно тонер, но я уже вижу эффект. Очень хорошая кожа, поэтому присмотрите, девчонки, особенно проблемная кожа. Вот особенно проблемная кожа, это очень щадящий уход, и он действительно дает неплохой эффект. Это я вам точно могу сказать, хотя у меня сейчас кожа не проблемная, но я вижу по своей агрессивности, какой продукт, как он работает на коже и так далее. Помните, я как-то вам показывала тоже в одном из видео, что-то крутые бюджетные продукты до 300 рублей, до 400 рублей, это уже точно не помню. Я вам показывала маску от Козы Дерезы. Она у меня закончилась очень-очень давно, я брала себе маски для лица и для волос. Коза Дереза для волос мне вообще не пошла, я ее не люблю, а вот для лица, девчонки, это бомба. У меня была питательная, а в этот раз я взяла себе омолаживающую. Тоже купила ее недавно, тут 175 мл, Коза Дереза, маска для лица омолаживающая с маслом ЖЖБА, Алоэ Вера и гиалуроновой кислотой. Так, состав тоже просто обалденный, сейчас я вам прочитаю, если найду, где-то он тут рядышком должен быть. Вот, смотрите, вода, органическое масло авокадо, молочный протеин у нас идет, потом экстракт козьего молока, масло фисташки, масло ЖЖБА, экстракт Алоэ Вера, провитамин В5 и на последнем месте алкоголь. Я вам уже, в принципе, вот так, в принципе, про нее рассказывала, она обалденно пахнет. В принципе, они одинаковые, вот они действительно одинаковые, даже по отдушке, мне кажется, они идентичные. Только работает вот именно вот эта маска омолаживающая, она более питательная, нежели питательная маска, не знаю, как вам это объяснить. Видно, все-таки, те продукты, которые направлены на омоложение кожи, они идут с более активными вот этими питательными свойствами, нежели просто обычная там увлажняющая или питательная маска. Поэтому, если отдавать предпочтение, на какой период времени брать ту или иную маску, попробовать себе, вот на зимний период берите омолаживающую, на летний период времени берите питательную. Они хорошо работают, кожа после них классная, гладкая, ну вот просто супер, мне они безумно нравятся, я вам их от души советую. И брала я в паре с вот такой вот козой-дерезой, это у нас крем-масло для тела и рук питательная, тоже питательная, видите, с маслом манго, алоэ вера и растительным коллагеном. Ну, это бомба. Начиная от отдушки, отдушка какая-то сладковатая, конфетная, очень-очень приятная. Вот такой вот он, этот крем-масло по консистенции, быстро впитывается, хорошо распределяется по коже, отдушка остается на теле. 175 мл хватит мне вот так за глаза, мне его абсолютно немного нужно, чтобы распределить по всему телу. Вот, например, вот этого количества хватает, ну, на одну руку, так скажем. Очень-очень классный, когда вы его наносите, этот крем, он сначала как действительно такой плотный продукт, но потом он превращается в такую водичку и быстро впитывается. Все, в принципе. Вот эти два продукта советую попробовать. Маски для волос, ну, как-то не пошли. Вы разговаривали с моими девчонками, с моими подписчицами, они сказали, Ален, у нас тоже как бы эти продукты не пошли. Именно для волос. Скажу именно продукты для волос. Две маски, которые меня просто поразили. Я не очень люблю белорусский уход за волосами, он мне как-то, знаете, то подходит, то не подходит. Что-то есть хорошее для моих волос, что-то нет. И я на свой страх и риск, я вам показывала, во влоге взяла себе две вот таких вот маски для волос. Одна у нас идет тоже якобы новинка, по крайней мере, так мне сказала продавец, а я не знаю. Сила гиалурона, глубокое питание и восстановление. Это у нас идет органовое масло, мультифункциональное масло, масло, маска эликсир для волос, oil intense, восстановление, защита, уход и преображение. Вот такая маска. Объем у нас 200 миллилитров, она, знаете, полукремовая. То есть она не очень плотная по своей текстуре, она такая, знаете, ну как 20, нет, 15% сметана по своей консистенции. Вы ее наносите, я когда первый раз ее нанесла, я подумала, е-мое, какой у нее просто обалденный расход. То есть он просто внукшибательный, если учесть, что у меня не сильно длинные волосы, у меня ушло сразу при первом применении где-то вот столько. Я хотела прям протестировать, нанести ее, вот прям, чтобы вот я увидела эффект. Значит, смываю я эту маску и вижу такую картину, что волосы мои стали принимать какой-то завиток прямой, естественный. Почему говорю какой-то, потому что у меня, я уже не помню, какой у меня завиток от природы. Я сначала не поняла, думаю, блин, ну, наверное, от шампуня, от спрея, от масла. Тестирую второй раз. Уже без масел, без всяких пшикалок вижу ту же самую картину. И тут до меня доходит, когда я уже протестировала третий раз, до меня доходит, что эта маска просто бомба. 100 с чем-то рублей, девчонки, 200 миллилитров. Я вам очень советую попробовать. Я подсадила двух или трех своих знакомых на нее. Они все говорят, да, Лёд, блин, такие волосы. Особенно у брюнеток это очень-очень сильно видно, когда вы укладываете волосы. Я еще укладываю своей фен-щеткой от Бебелис. Я укладываю, я вижу, какие они у меня блестящие, сияющие. Просто я пойду и куплю себе еще, точнее, куплю себе пару-тройку штучек. Ну, да, расход большой, но, блин, она и стоит 100 с чем-то рублей. Для такой бюджетной, супер бюджетной маски это просто огонь. Ладно, мы это ей простим. Маску рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. Для проведения интенсивного курса маску рекомендуется использовать 3-4 раза в неделю. То есть производитель не запрещает нам использовать ее постоянно. Девчонки, если еще не пробовать, попробуйте. Вы просто обалдеете от эффекта. Я, по крайней мере, обалдела так точно. И вторая маска, это у нас идет Asia Secrets. Она чуть-чуть послабее вот этой. Это вот прям для суперубитых волос. Это подходит для нормальных, для поврежденных, но не сильно. Asia Secrets. Идеальные волосы. Масса Цубаки. Императорский Женьшень. 3D-ретинол. Маска для волос. Роскошное сияние. Гладкость. Укрепление, восстановление структуры волос. Наполнение волос здоровьем и жизненной энергией. Придает волосам блеск, гладкость и шелковистость. Ил. Такая маска. Вообще, я очень люблю их гидрофильное масло. Тоже масло Цубаки. Объем также 200 миллилитров. По консистенции она гуще, чем предыдущая вот эта. Но по эффекту она ничем не уступает. Именно какой-нибудь маски, а-ля взяла, да, вот эту. Не нужно было это делать. Не уступает никакой маски, например, от того же самого, не знаю, к примеру, взять. Вот такой же самой маски от, например, Глискур или еще что-то. Тоже отличная маска, бюджетная. Вот просто бюджетная, тоже стоит с чем-то рублей. Брала на пробу именно вот эти две разновидности масок для волос. Думаю, ну подойдут, не подойдут, не подойдут, да и ладно. Подойдут вообще супер будет. Но я не ожидала такого супер эффекта. Это послабей белая. Вот. Это послабей Asia Secrets. Это прям, прям вот интенсивный уход. Суперские вещи обязательно попробуйте. Неплохие. Если учесть, что мне белорусский уход за волосами вообще не подходит. Еще одна вещь от белорусского производителя, которую я вам покажу. Это очень спорный продукт. Но если к нему приноровиться и выучить для своих волос правильную дозировку, то вы поймете, какая это обалденная вещь. Это Belita Vitex Professional Hair Repair. Программа биомолекулярного восстановления волос. Живой волос для выравнивания кутикулы волос. Несмываемый. На основе органового масла и смарт-биокомплекса Keratrip. Да? Да? Трит. Вот такой спрей. Я брала его, думаю. Ну, ладно, как не смывашка, пойдет. Когда я первый раз протестировала, смотрю, а волосы у меня как сопли висят. Думаю, блин, какая-то фигня. Потом мне одна из моих подписчиц написала мне, Ален, попробуй просто на кончике распылять. Я вот так брала свои волосы и вот так пшик-пшик на кончике распыляла. Девчонки, я нашла свою грамотную дозировку. Мне хватает на мою всю, так скажем, длину волос 5-6 пшиков. Если я делаю больше, то буквально к вечеру, если я мою голову с утра, к вечеру мои волосы превращаются в сосульки. Если я не перебарщиваю, то два дня могу спокойно ходить с хорошими, красивыми волосами. Еще есть масло из этой линейки, есть также шампунь, маска, какие-то ампулы и масло. Вот этот вот спрей. Обязательно попробуйте эту линейку. Я хочу себе еще взять масло. И вообще, в принципе, можно ее всю попробовать. Это действительно неплохие, я так называю их, силиконы. Все равно, если у вас волосы повреждены, пока вы их не отстрижете, вы их ничем не восстановите. Но для того, чтобы вам их отстричь, вам нужно их чуть-чуть отрастить. Чтобы отрастить, нужно, чтобы волос не ломался. То есть от какого-то воздействия окружающей среды, например, вы будете расчесывать их, солнце, пересушка феном и так далее. Если вы будете пересушивать их, фен, естественно. И какая-то термообработка, плойка и так далее. Вам легче взять какие-то силиконы. Силиконы я не вижу тут ничего плохого. Я не за органику, я не за натуральность в плане ухода за волосами. Мне нравятся силиконы, их очень люблю. На моих волосах они делают действительно классные волосы. Зачем я буду пользоваться чем-то натуральным, ждать чуда, если я могу попользоваться силиконом и будет все хорошо. Сейчас, конечно, на меня набросятся все те, кто любит органику. Но если для моих волос это не подходит, зачем я буду себя насиловать? Вот это силиконы чистой воды, но работают круто. Вот обязательно попробуйте. Покажу. Вообще я не люблю лаки для волос. Вообще как бы редко очень. То это вот если какую-то прическу высокую я делаю, чтобы у меня волосы не выбивались во время ветра из прически, чтобы я не смотрелась лохмачом. И тут я на скидках в ОК взяла себе лак для волос от Вэлла. У них какая-то новая линейка, я так поняла. Слик энд шайн шоковая волна. Я так поняла, да? Укрощает и фиксирует локоны, обеспечивает гладкость и блеск на 24 часа. Это у меня четверка. А есть еще четверка, пятерка и еще что-то. Ну вот какие-то лаки для волос тоже. Воски были для волос. В рубльбом я их видела. Тоже, кстати, по скидке. И еще что-то. Блин, какие-то спшикалки тоже моделирующие. Но мне это не нужно. Я не люблю утяжелять. Мне нужен был лак для волос. Я его взяла. Думаю, ладно, пусть будет. Девчонки, он крутой. Он действительно фиксирует ваши волосы в той укладке, в которую вы их, как говорится, уложили. И все. Что бы вы ни делали, пусть даже ветер растрепает ваши волосы. Вы все равно их расчешете и волосы примут ту же самую форму. Обалденный. Мне он очень понравился. Девчонки, не пугайтесь этой новинки. Она очень-очень классная. Запах, конечно, знаете, довольно-таки едкий, но он приятный. И последнее, что я вам покажу. Я в последнее время красилась именно... Ну, как я перекрасилась брюнетку, я красилась только краской кастинг. Но дело в том, что в последнее время она у меня стала вызывать аллергию. Я красилась двумя оттенками. Это 412-302. Перемешивала их между собой и окрашивала. Длину я не трогала. Вот как с момента того, как я перекрасилась, я не трогала длину. И тут мне нужно было опять подкрасить корень. Я вижу, что у меня от кастинг немножечко как чешется голова. Чешется голова, и потом вот эти вот куски кожи головы отлетают, и все. Это перхоть, понимаете? А я терпеть не могу это. И я поняла, что это как бы некая защитная реакция моего организма. Аллергия, не аллергия. Зуд, не зуд. Но нужно было что-то делать, что-то менять. И тут на скидках я увидела краску от Экселанс. Ее хвалила очень Татьяна Икс. Она сама и красится. И тут я думаю, ладно, возьму себе, попробую. Взяла темный оттенок, тройку перед морем. Думаю, ну блин, если будет сильно темный оттенок, то в принципе он смоется. И что могу сказать? Когда я первый раз покрасилась ей, я поняла, что блин, она действительно крутая. Во-первых, она хорошо не смывается с ваших волос и кожи головы. Это, конечно, с одной стороны плохо, когда вы стоите вот эту вот краевую линию, оттираете. Но, с другой стороны, это очень круто, что краска настолько хорошо прокрашивает ваши волосы, что даже она вот этот вот пушковый волос тоже берет. Ну, так же, как и кастинг, в принципе. Но кастинг была более такая щадящая в плане того, что кожу она фактически не окрашивала. Но кастинг, она имела свойство подкрашивать воду. Вот когда вы моете после окрашивания волос, ваши волосы и вода окрашивается. Тут же с Экселанс такого нет. И полотенце она также не пачкает. Ну, в этот раз я перешла на Экселанс и взяла себе два вот таких вот оттенка. 1-3-0. Это получается темно-каштановый Экселанс. Она стоит по скидке 200 с чем-то рублей в рубльбом. И взяла 5-0-2. Я ее могу между собой перемешивать. Такие два оттенка. Этот 3-3, он уже прям конкретно черный, девчонки. Не думайте, что там какой-то коричневый оттенок. Нет, он прям фактически матово-глянцево-черный. Я не знаю, как вам это описать, но на корнях у меня был именно такой эффект. И вот эта краска, но она более такая светлая. И при смеше у меня как раз-таки получится где-то четвертый уровень. Нормально. По поводу самого действия. Портит она волосы эта краска? Нет, ничего не портит она. У нее тут несколько этапов окрашивания. Несколько этапов нанесения. То есть тут у нас идет инструкция. Как она классно пахнет в упаковке. Вот просто каким-то киселем. Специально есть ампула, которую вы наносите до окрашивания. Якобы защищает она во время воздействия красителя вашей волосы. Дальше у нас идет тюбик окислителя. Насколько я помню, у них тройка окислитель. Если я не ошибаюсь. По-моему, да, тройка. Сам тюбик с красителем, с крем-краской. И бальзам. Бальзам такой же классный, как в Экселанс. Ой, в Экселанс, в Кастинг. Очень нравятся мне эти краски. Я не могу сказать по поводу светлых оттенков. Светлые оттенки там в Экселанс действительно позорны. В том плане, что они дают ярко выраженную зелень на блондах. Это я уже точно вам могу сказать. По поводу темных оттенков ничего сказать не могу. Нормальные красители. Если вы ищете хороший себе светлый оттенок, присмотритесь к Эстель. У Эстель вообще просто широчайший выбор всяких разных красок для волос. Именно я имею в виду блондов. Темные мне краски там не нравятся. Они какие-то плоские. А вот блонды там действительно красивые, интересные. Они безумно не нравятся. Но вот темные красители мне больше нравятся именно бытовые. Тем более этот, Лореаль, она вообще ни грамма не портит волосы. Я читала на каких-то форумах. Не, на форумах на Отзовике или Ари Комет. Я уж точно не помню. Там девчонки говорят, что несколько лет красится или Кастинг, или Экселанс. С их волосами все хорошечно. Ну вот и все, девчонки. Это были все мои бюджетные фавориты. До 300 рублей. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно жмите колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. Всех любят, целую, всем пока.